У нас сегодня будет такая довольно интенсивная лекция, так что пристегните ремни. Мы будем обсуждать некоторые свойства пределов. И давайте я докажу первую теорему. Это если последовательность имеет предел. То она является ограниченной. Вот такое утверждение выглядит вроде реалистично. Если последовательность стремится к какому-то конкретному числу, то ее значения не могут становиться дико большими или дико маленькими. То есть все более-более большими, все более-более маленькими. Но давайте это докажем. Значит, ограничено. Для того, чтобы доказать какое-то такое утверждение, нам полезно выписать те утверждения, которые мы используем, те, которые нам нужно доказать, выписать их формально, ну вот так, как мы это делали раньше. С квантерами и со всем остальным. Давайте смотреть, что у нас есть. Нам дано, что последовательность имеет предел. То есть что это означает? Что существует какое-то такое число А, вещественное, что для этого числа А выполняется определение предела. Значит, для всякого эпсилона больше нуля найдется такое n, что для всех n маленьких больше, чем n. Расстояние от а-нного до а большого меньше эпсилона. Укрепление предела. И что мы хотим? Значит, хотим доказать такое утверждение. Утверждение про ограниченность. Что говорит утверждение про ограниченность? Что найдется какая-то константа c, такая, что для всех n натуральных, а модуль а-н меньше c. Значит, ограниченность здесь и сверху, и снизу, то есть ограниченность по модулю. Ну, давайте доказывать. Смотрите, как все это всегда делается. Во-первых, имеет смысл попробовать нарисовать какую-нибудь картинку и понять, что вообще, собственно говоря, здесь сказано в первом, например, утверждении. Значит, давайте я нарисую картинку. Вот здесь у меня будет n, здесь у меня будет an. И вот у меня есть какие-то точечки, какие-то элементы последующих. И у меня есть число А. И известно, что элементы последовательности со временем становятся очень близки к этому самому числу. Какая-то вот такая картинка у меня. Давайте я еще раз нарисую картинку, которая визуализирует вот эту вот часть определения предела. Значит, я могу взять любое epsilon. Значит, пусть это будет а плюс epsilon, это будет а минус epsilon. И у меня гарантируется, что найдется такое n большое. Допустим, вот это n большое. Такое, что, начиная с этого n большого, если я пойду от этого n большого вправо, если я буду выбирать элементы последовательности, у которых номера больше, чем от n большое, то все вот эти вот, все вот эти элементы, они лежат внутри вот этого коридорчика. Давайте подумаем, как отсюда вытащить ограниченность. Значит, если какие-то… В какой-то мере эта картинка напоминает картинку про ограниченность. Давайте я напомню, как устроена картинка про ограниченность. Значит, вот эта вот картинка, она вот она, а вот картинка про ограниченность, она будет устроена просто так. У нас есть какая-то константа c, такая, что все элементы последовательности лежат внутри вот такого коридорчика. Ну, да, вот если бы мы могли бы сделать n большого равной единице, так, чтобы у нас все бы начиналось бы прямо вот со старта, то правая картинка просто совпадала бы с левой. Ну, почти совпадало бы, легко бы сводилось бы. Проблема в том, что n большое мы не выбираем. То есть, вот как устроено вот это первое утверждение? Это утверждение устроено так, что мы ему, мы вот в него верим, и мы ему можем давать любой epsilon, и он нам выдаст n большое. При этом каким это будет n большое, мы не знаем. n большое мы в данном случае не контролируем. Да, отличная идея. Вы это только что придумали или знали раньше? Хорошо. Может быть, лучше в такой ситуации давать возможность подумать тем людям, кто заранее этого не знал. Окей, ну, давайте действительно обсудим, как вас зовут? То, что Алексей сказал, давайте действительно поподробнее обсудим. Смотрите, какая идея? Ну, вот, во-первых, действительно, вот эта часть последовательности, которая идет после n большого, она автоматически ограничена. Ну, почему так? Потому что все элементы живут внутри вот этого коридорчика. Ну, несложно найти какой-то коридорчик, внутри которого все эти элементы будут жить, коридорчик вот такого вида. Да, можно просто провести, можно просто взять в качестве c вот такую штуку и вот такую штуку. Ну, и вот, понятно, что вся вот эта часть, она на самом деле ограничена. Но давайте для того, чтобы совсем все было аккуратно, нам нужно как-то все зафиксировать. И вот первое, что нужно сделать, это выбрать какой-нибудь эпсилон. Поскольку нам дано вот это утверждение, нам его не нужно доказывать, мы им пользуемся наоборот, то здесь эпсилон находится сейчас в нашей власти. Мы можем сами выбирать эпсилон, какой хотим. И на самом деле здесь можно выбрать любой эпсилон. Давайте просто для определенности положим, что эпсилон равно единице. Положим, эпсилон равняется 1. А тогда что мы получаем? Значит, существует такое n. Давайте я обозначу его через n1. Здесь вот n принимает разные значения в зависимости от значения эпсилон. Для разных эпсилонов получается разная n большая. А вот это n1, это конкретное n, которое соответствует эпсилону, равно единице. И давайте, существует такое n, которое равно n1, такое, что для всех n маленьких, больших, чем n1, модуль аn на минус а меньше, чем что? Меньше, чем 1. Меньше, чем эпсилон. Эпсилон взяли единице, значит, меньше, чем единица. Хорошо. Как бы теперь доказать, что для всех n, больших, чем n1, все вот эти элементы будут меньше какого-то одного и того же числа? Значит, мы сказали, что расстояние от аn до а большого меньше единицы, то есть что они все лежат вот в этом коридорчике. А я теперь хочу сказать, что найдется такое c, допустим, c1, такое, что все вот эти вот элементы будут меньше, чем, ну, по модулю будут меньше, чем это самое c1. Как бы выбрать c1? А вдруг а отрицательно? Да. Ну, вот смотрите, значит, есть два варианта борьбы с модулями. Первый вариант – это взять и аккуратно все раскрыть, рассматривать два случая, а если модули больше, то, может быть, не два, а четыре или сколько, или больше. Этот метод такой железобетонный, если его аккуратно сделать и нигде не ошибиться, оно сработает. Минус в том, что там приходится немножко повозиться, рассматривая эти случаи, и это не очень симпатично. Есть второй способ обращения с модулями – это использовать геометрический смысл модуля, потому что модуль разности – это просто расстояние между моими точками. И тогда у нас есть какое-то свойство модуля, именно как расстояние. В прошлый раз использовали. Да, неотрицательность, да, есть. А что еще? Принадлежит, да. Да, но вот есть всякие свойства модулей, но на самом деле все эти свойства, они на самом деле сводятся к неравенству треугольника, или наоборот выводятся из неравенства треугольника. Значит, давайте мы его используем здесь. Значит, давайте я скажу вот что. Что я хочу оценить, значит, я хочу оценить модуль АН. Если я хочу записать этот модуль АН как расстояние между двумя какими-то числами, то как это сделать? Ну, проще. Просто модуль АН – это расстояние до чего? До нуля. Значит, давайте я скажу, что это модуль АН и минус ноль. И дальше я скажу вот что. Что вот эта штука, она не превосходит расстояние от АН до А большого плюс расстояние от А большого до нуля. Это неравенство треугольника. Ну и, собственно говоря, все. Смотрите, теперь что получается. Я знаю, что расстояние от АН до А большого не превосходит чего? Точнее, даже меньше. Строго меньше единицы. И это вот эта вот штука, только что написали. А вот это – это просто модуль А большого. Значит, стало быть, все это меньше, чем один плюс модуль А большого. И вот это наше первое ограничение. Значит, это ограничение работает вот для этой части последовательности. Мы, по крайней мере, знаем, что вот в этой части последовательность ограничена. Но у нас осталось вот это начало. Вдруг так оказалось, что вот здесь последовательность ограничена, а вот здесь нет. Может такое быть? Но вдруг тут какие-то очень большие значения. Очень большие, очень маленькие. Они прямо вот наступны. Да. Действительно, дело в том, что вот это n большая – это какое-то конкретное число сейчас. Вот это вот n1. Левее его есть только конечное количество элементов. А дальше у нас есть теорема, которую вам предстоит доказать в домашней работе. О том, что из любого конечного множества чисел можно выбрать максимум. Поэтому мы можем просто выбрать максимум среди всех вот этих вот элементов, точнее их модулей. И тогда они все будут уж точно не больше, чем этот максимум. Да, давайте я здесь сделаю для простоты. Давайте я здесь в качестве вот этого определения возьму определение с нестрогим равенством. Надеюсь, с ним сейчас будет чуть-чуть проще. Так, ну хорошо, давайте это сделаем. Давайте рассмотрим такую штуку. Значит, максимум из элементов a1, a2 и так далее, a n1. Во-первых, да, вот такой вот у нас есть максимум. Точнее, максимум не из них, а из кого можно выбрать? Из модулей. Да, потому что мы все по модулю хотим оценить, поэтому максимум этих модулей. Хорошо, значит, вот эта вот штука, значит, вот эта штука работает вот в этой части последовательности, а вот эта вот штука работает вот в этой части последовательности. Все элементы не превосходят по модулю, все элементы вот эти не превосходят по модулю этого максимума по определению максимума. А как нам теперь изготовить из вот этой штуки и вот этой штуки универсальную константу c, которая будет работать на всей последовательности? Да, взять максимум из этих двух штук. Итак, положим, значит, давайте посмотрим. Вот для того, чтобы доказать вот это утверждение, которое мы хотим доказать, нам нужно предъявить такое c, чтобы для всех натуральных n выполнялось бы вот это неравенство. Мы его предъявляем, мы его строим явно. А именно, говорим, что положим, что c – это есть максимум… Ну, на самом деле, можно просто вот так написать. a1, a2 по модулю и так далее, an1, и еще один элемент – 1 плюс модуль a. Это как раз и будет максимум между вот этой штукой и вот этой штукой. Значит, вот это c работает. Оно удовлетворяет определению… Значит, удовлетворяет вот этому условию. Почему? Ну, потому что про все n можно сказать, что они попадают в одно из двух множеств. Либо вот сюда, и тогда гарантировано, что все элементы не превосходят c, потому что c – это просто максимум из всех этих элементов, из всех модулей этих элементов. Либо оно попадает вот сюда, но тогда оно не превосходит по модулю c, потому что вот в силу вот этого рассуждения. И все, теорема доказана. Значит, для всех n из n, либо n не превосходит n1, тогда модуль a n меньше c не превосходит c по определению максимума. Все, на этом доказательство завершено. Смотрите, мы хотим доказать вот это утверждение, что существует такое c, что вот это выполняется. Доказываем мы его так. Значит, мы говорим, действительно, возьмем c, построим явно. А именно, ну вот мы сначала… Как мы строим это c? Ну, сначала мы используем определение предела, используем вот это утверждение. И, значит, поставляем в него epsilon равный единице. Получаем вот это n, которое гарантированно существует. Обозначаем его через n1. И говорим, что это такое n1, что для него выполняется вот это свойство. Значит, после того, как мы это n1 получили, мы дальше формируем этот c таким образом. Это максимум из первых n1 элементов нашей последовательности, точнее, из их модулей, и величины 1 плюс модуль a. Тогда я утверждаю, что любой элемент последовательности по модулю не превосходит вот этого c. Потому что этот элемент живет либо тут, либо тут. Если он живет тут, вот в первой части, то он не превосходит c, потому что c обязательно больше либо равняется, чем модуль всех этих элементов, всех элементов, которые живут вот здесь. Потому что она максимум. Поэтому в этом случае, вот он, первая строчка, модуль ального не превосходит c. В случае, если так оказалось, что n больше, чем n1, то есть мы живем вот здесь, то тогда вот мы доказали, пользуясь неравенством треугольника, мы доказали, что в этом случае все вот эти элементы, они меньше, чем 1 плюс модуль a. И опять же, наше c, оно гарантированно больше либо равняется, чем 1 плюс модуль a, потому что так максимум работает. Значит, все эти элементы оказались меньше, чем c. Ну, меньше либо равны, чем c по модулю. Да? Да? Смотрите, значит, нам не нужно, нам не нужно, вот на этом этапе нам сейчас не нужно ничего доказывать для любого эпизома. Вот это утверждение нам дано, нам его доказывать не нужно. Мы можем пользоваться как хотим. Захотели подставить сюда эпизома равной единице, имеем право. Никто не запретит. Подставили, получили то, что нам нужно. Нам нужно было получить ограниченность сверху, мы ее получили. То, что здесь написано единица, нам вот этого ни жарко, ни холодно. Была бы написана двойка, тоже бы сработали. Но нам не важно, что здесь написано, нам важно, что вот эта штука существует. Поэтому, как бы, нет, вы, конечно, можете здесь написать, вот заменить эту единицу на эпсилон. Помню, что эпсилон равно единице, но это просто ничего не изменит. Так, и сейчас вопросы по этому доказательству. Да, я понял. Теоретически, да, вот если так получилось, что все вот эти элементы на самом деле… Значит, если все вот эти элементы по модулю меньше, чем 1 плюс… А, нет, кстати, неправда, потому что, смотрите, могла быть вот какая картинка. Смотрите, значит, представьте себе, что у вас… Вот у нас а, да? Вот у меня а плюс 1, а минус 1. И давайте представим себе, что у меня элементы последовательности устроены вот так. А, соответственно, n у меня начинается… Ну, хорошо, давайте не так, а вот так. Вот здесь n первая начинается вот отсюда где-то. Ну, допустим, вот это будет n первая. При этом здесь константа c действительно окажется равной… Ну, то есть мы ее можем выбрать как модуль а плюс 1. Вот это вот… Вот это корректная граница. Но при этом неправда, что эту n1 можно уменьшить. Потому что с точки зрения определения предела нас интересует именно вот этот вот коридорчик, а не вот такой коридорчик. Вот, на самом деле это не важно. Нам важно, что та конструкция, которую мы построили, работает. То, что могло бы так получиться, что n1 можно было бы уменьшить, это нам от этого, опять же, ни жарко, ни холодно. Может, и может. Нам важно, что эта n1 есть и она работает. Так, еще вопросы про это доказательство. Значит, давайте я его еще раз выведу полностью на экран. Доказательство завершено. Если вы пишете в техе, то он автоматически его подставляет, когда у вас заканчивается доказательство утверждения. Так, еще вопросы про это доказательство, да? Ну, как бы мне хотелось показать, что вот это n... Вопрос был про то, обязательно ли вводить вот это n1. То есть мне нужно было показать, что вот это n, вот это n, оно как бы абстрактное, оно зависит от епсилона. Оно для разных епсилонов может быть разным. А мне хочется зафиксировать какое-то конкретное число. Вот это n1, это то n, которое соответствует епсилону, равному единице. Мы чуть попозже сейчас будем писать в этом месте типа n от единицы просто. Подразумеваю, что n большая, а как-то зависит от епсилона, как какая-то функция. Так, еще вопросы? Хорошо. Ну что, едем дальше. Значит, смотрите. Мы выяснили, что все последовательности, которые имеют предел, они обязательно ограничены. Однако часто нас будет интересовать предельное поведение неограниченных последовательностей. То есть мы уже понимаем, что если последовательность неограничена, то предела, в том смысле, в котором мы его определили, у нее нет. Но, тем не менее, некоторые последовательности, даже неограниченные, ведут себя в некотором смысле более понятным образом, чем другие, когда n стремится к бесконечности. И для того, чтобы эти последовательности выделить и про них что-то уметь говорить, вводится новое понятие, понятие бесконечных пределов. Бесконечные пределы. Давайте я дам определение. Последовательность a, n стремится к плюс бесконечности. Если А вот, может быть, угадаете, те, кто не знает этого определения, не слышали его раньше. Как вы думаете, что бы, как бы мы хотели бы определить эту штуку? Что означает, что последовательность стремится к плюс бесконечности? То есть элементы становятся сколь угодно большими. Вот что она неограничена, это не совсем то же самое. А ограничена снизу, но неограничена сверху. Ну вот представьте себе, что у меня есть вот такая последовательность, смотрите. Вот она вот так вот себя ведет. Вот как вы думаете, про вот такую последовательность? Вы хотите сказать, что она стремится к плюс бесконечности? Ну вот как-то не хочется, потому что она хоть и становится, какие-то ее элементы хоть и становятся все больше и больше, неограниченно больше. Но тем не менее у нее есть элементы, которые все равно маленькие. Причем, как бы, сколь угодно далеко вправо есть элементы, которые все равно маленькие. Монотонное возрастание тоже не факт, потому что представьте себе, что у меня вот такая последовательность. Вот при такой последовательности хочется сказать, что она стремится к бесконечности. Это вот то же самое, что монотонность. Вот я говорю, вот представьте себе вот такую последовательность, которая поднялась вверх, потом чуть-чуть спустилась вниз, потом снова поднялась сильно вверх, потом чуть-чуть спустилась вниз, и так до бесконечности. Ну, вы хотите монотонность, но нет, вы хотите монотонность. Я не хочу монотонность. Я говорю, что вот эта последовательность, которую я сейчас вот здесь нарисовал, она тоже стремится к бесконечности, потому что она становится все больше и больше. Да? Да, правильно. Давайте это запишем. Так, ой, что-то я слишком много все мастер. Значит, если выполняется вот что. Для всякого С найдется такое N большое, что для всех N маленьких больше, чем N большое, а N больше, чем С. Значит, здесь вот это С – это какое-то вещественное число, но N натуральное, N маленькое тоже натуральное. Очень похоже на определение предела, что поменялось. Ну, во-первых, я эпсилон переименовал в С. Это, вообще говоря, техническая вещь. Просто эпсилонами принято обозначать числа, про которые мы думаем, что они маленькие. Как бы если вы хотите взять какое-то число, которое будет наоборот, про которое вы думаете, что оно, наоборот, выбирается большим, если вы его обозначите за эпсилон, ну, это технически не будет ошибкой, но читатель вашего текста некоторое время будет ломать над этим местом голову. Если вы очень хотите его запутать, то это хорошая идея, но, как правило, вы не хотите. Есть такая книжка «Физики шутят». Там всякий научный юмор. И там есть статья по поводу того, как довести слушателя вашего доклада до белого коленя. И там есть всякие-всякие вот такие вот советы, типа, обозначьте, введите обозначение, что пи равно единице, и сообщите об этом ближе к концу, ну, что-нибудь в этом роде. Вот. Лучше так не делать. Вот. На самом деле, существенная разница с определением предела в том, что вот здесь знак неравенства в другую сторону. То есть, что говорит это определение? Она говорит вот такую штуку. Смотрите, значит, вот у меня есть какая-то последовательность. Она не обязана быть монотонной. Но она обязана быть таким свойством, что каким бы С я ни выбрал, начиная с какого-то момента, эта последовательность живет выше, чем эта С. Она живет где-то вот здесь. И я могу взять вот это С выше, тогда максимум, что произойдет, это вот этот момент, начиная с которого последовательность будет жить выше, чем эта граница, он просто сдвинется вправо. То есть, как видите, понятие очень похоже на понятие предела, вот того предела, как мы обсуждали выше. И, в принципе, записывается это утверждение так же. Пишут вот так. Предел, преодолевающийся к бесконечности, а n равен плюс бесконечности. Значит, тут важное терминологическое замечание, которое создает примерно бесконечное количество путаницы. Количество путаницы, стремящихся к бесконечности. А, значит, замечание такое. Вот если мы пишем вот такую вот штуку, мы при этом все равно говорим, что последовательность не имеет предела. Или, как говорят, расходится. Но она не имеет предела некоторым специфическим образом, а именно вот так, как я здесь объяснил. И вот этот факт, что она не имеет предела вот так, уходя на плюс бесконечность, записывается вот так. Но если я вас спрошу, имеет ли последовательный стоянный предел, ответ нет. Вот это вот плюс бесконечность – это не число. Значит, вот эта штука не является, это не число. Это такое специальное обозначение, которое говорит, что последовательность ведет себя неким способом. Есть ли вопросы про это определение? Определение. Окей, едем дальше. Значит, можно определить… Значит, я определил стремление к плюс бесконечности. Как определить стремление к минус бесконечности? Стремиться к минус бесконечности. Значит, давайте, скажите мне, что поменяется? Да, в общем, ничего не поменяется, кроме знака. Потому что у нас здесь С было произвольным, оно может быть очень большим, может быть очень маленьким, каким хотите. Единственное, что меняется, это меняются ограничения. Раньше АН было больше, что теперь АН уменьшится. Хорошо. И, наконец, последовательность АН стремится просто к бесконечности. Да, это что означает? Это означает, что у него модуль становится очень большим. Если для всех С найдется такое Н большое, что для всех Н больше Н большого, модуль АН больше С. Давайте, да. Да, совершенно верно. Это совершенно верно. Да, был там такое задание, но там недаром в начале этого задания сказано, приведите пример такой последовательности, если она существует. Значит, если такого не бывает, то вы так и говорите. Не бывает. И объясняйте, почему не бывает. Значит, действительно, если последовательность стремится к плюс бесконечности, то есть все элементы АН становятся как бы больше, чем С для всякого С, то понятно, что и модуль становится больше, но, по крайней мере, если С положительный. И поэтому действительно то, что стремится к плюс бесконечности, стремится и просто к бесконечности. Можно привести пример последовательности, которая стремится к бесконечности, но не стремится ни к плюс бесконечности, ни к минус бесконечности. Придумайте какой-нибудь, да. Два ВН стремится к плюс бесконечности, минус 2 ВН, да. Значит, действительно, пример можно привести к какой-нибудь такой, последовательность которой идет себя как-нибудь вот так. То есть у нее модуля становится все больше и больше, но при этом ее мотает от плюс бесконечности к минус бесконечности. Значит, вот в этом случае предел равен бесконечности, но не равен ни плюс бесконечности, ни минус бесконечности. И все равно говорю, что предела нет. Да, это некоторые, ну, я говорю, это как бы терминология устроена немножко странным образом здесь, но тут уж ничего не поделаешь. Да, с одной стороны, мы говорим, что предел равен чему-то, а с другой стороны, мы говорим, что его не существует. Значит, вот эта штука стремится к бесконечности, да, это пример вот чего, допустим, n равное, скажем, минус 1 в степени n умножить на n, и эта штука стремится к бесконечности. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, значит, это был пример последовательности, которая стремится к бесконечности, но при этом неправда, что она стремится к плюсу бесконечности, и неправда, что она стремится к минусу бесконечности. Это минус 1 в степени n умножить на n. Вот такая последовательность. Хорошо, так как я ее нарисовал, здесь, может быть, надо вот так написать, минус 1 в степени n плюс 1. Ну, то есть это последовательность, в которой попеременно идут числа типа минус 1, 2, минус 3, 4, минус 5, 6, минус 7, 8. Модули у нее становятся сколь угодно большими, но при этом неправда, что сами элементы становятся сколь угодно большими, потому что они время от времени становятся ужасно, наоборот, отрицательными. И неправда, наоборот, что они становятся ужасно отрицательными, потому что они время от времени становятся очень большими. Хорошо, значит, про всякие такие бесконечности мы чуть попозже еще поговорим подробнее. А сейчас давайте вернемся ко всяким свойствам конечных пределов. Среди них есть всякие разные полезные для нас. Собственно говоря, мы начинаем некий важный раздел под названием арифметика пределов или арифметические свойства пределов. И этот раздел, который позволяет нам вычислять значения пределов. Арифметика пределов позволяет нам вычислять разные пределы. Я не прибегаю к этому муторному рассуждениям с эпизолнными ионами и так далее, с которыми мы будем возиться в ближайшие несколько семинаров. Это позволяет немножко упростить вычисление пределов. Мы на этой лекции начнем обсуждать арифметику. На следующей лекции у нас уже будет полный комплект нужных нам утверждений. Мы сможем их использовать в доказательстве. Но пока нельзя. Во-первых, заметим, что с последовательностью можно делать арифметические операции. То есть вот у нас есть две последовательности. Например, у нас есть последовательность АН, которая состоит из элементов А1, А2, А3 и так далее. Есть последовательность АН. АН. Итак, у нас есть две последовательности АН и БН. И мы можем их сложить, например. То есть рассмотреть последовательность вот такую, которая является суммой двух последовательностей. Но что это означает? Это означает, что мы их просто складываем поэлементам. Значит, у нас получается последовательность. Такая последовательность, давайте я скажу, что это последовательность ЦН. И ЦН – это просто АН плюс БН для всех Н. Ну и точно так же можно последовательности умножать, делить, в общем, всякие разные штуки. Да, и так далее. Но это работает только с конечностью, наверное? Непонятно, зачем вам конечность. Все элементы последовательности ЦН вы образуете как просто сумму АН плюс БН. Ну, давайте я приведу пример. Это как-то звучит немножко страшно. На самом деле, если у вас есть последовательность ЦН, равная, например, Н плюс 1, деленное на Н. Вот можно думать о том, что ЦН – это сумма двух последовательностей. Последовательность элемента, которая есть просто Н, и последовательность элемента, которая есть единица, деленная на Н. Вот у вас были две такие последовательности? Вы взяли и сложили. А дальше возникает вопрос. А что мы можем сказать про предел, допустим, суммы двух последовательностей, если мы знаем что-то про пределы каждой из этих последовательностей? Оказывается, что пределы хорошо дружат с арифметикой, то есть хорошо дружат с арифметическими операциями с последовательностями. Давайте я сформулирую утверждение. Значит, пусть предел последовательности АН равен какому-то А большому, это какое-то вещественное число, не бесконечность. И предел последовательности БН равен какому-то Б большому, тоже какое-то вещественное число. Специально подчеркиваю, когда я пишу, что это вещественное число, я специально подчеркиваю, что это не бесконечность. А тогда предел при n, стремящемся к бесконечности, от суммы этих двух последовательностей, то есть последовательность АН плюс БН, равняется… Чему бы вы думали? А плюс Б. Ну да, логично. Вот такое утверждение. Звучит очень естественно. Давайте попробуем его доказать. Опять же, как обычно, чтобы что-то такое доказать, нужно переписать определение того, что нам дано, переписать определение того, чего нам нужно доказать, и дальше попытаться свести первое ко второму. Значит, нам дано. Ну, даны нам вот эти два предела. Давайте я их запишу в квантерах. Поскольку у меня сейчас будут два утверждения с пределами, точнее, даже три утверждения с пределами, давайте я буду ставить при тех буквах, которые входят в эти определения, буду ставить индексы. Значит, для всякого ε1 большего нуля найдется такое n1, что для всех n маленьких больше, чем n1, модуль АН минус А меньше, чем ε1. И то же самое про второе утверждение. Для всякого ε2 найдется такое n2, что для всех n больших, чем n2, БН минус Б меньше, чем ε2. Теперь, чего мы хотим. Да, ну, можно, давайте здесь я буду без индексов, просто для всех ε1. Найдется такое n. Значит, найдется такое n, что для всех n маленьких больше, чем n большое. Значит, что должно выполняться? Да, значит, у нас cn – это просто АН плюс БН минус А плюс Б, главное, в скобке не забыть. Вот это вот меньше, чем ε1. Значит, мы можем пользоваться вот этими утверждениями и хотим доказать вот это утверждение. Значит, сейчас смотрите внимательно, потому что это доказательство, оно, с одной стороны, это не самое сложное утверждение, которое у нас есть в курсе, а с другой стороны, мы используем некоторую технику, которую будем пользоваться в дальнейшем. И эта техника немножко замысловатая, на первый взгляд. Смотрите. Во-первых, давайте вот что скажем. Вот у меня вот эта n1, она выбирается по вот этому ε1. До разных ε1 я получаю разный n1. Я сейчас буду как-то выбирать вот эти ε, в зависимости от того, какие они мне нужны, и получать разные вот эти n. Давайте я напишу таким образом. Давайте я скажу, что вот это n1 – это есть какое-то n1, зависящее от ε1. Ну, как функция. Поставляю разные ε, получаю разные n. И то же самое про n2. Сейчас. Это мы сейчас… Будет у нас максимум. Значит, давайте здесь я тоже запишу это вот в таком виде. Мы будем часто пользоваться этим обозначением, оно просто немножко упрощает жизнь. Теперь давайте смотреть, что у нас происходит. Во-первых, мы знаем, что благодаря вот этому пределу первому мы можем сделать a n близким к A большому. Во-вторых, мы знаем, что благодаря вот этому пределу мы можем сделать b n близким к B большому. Ну, в принципе, логично, что в этом случае их сумма будет близка к сумме a плюс b. Ну, вот теперь остается это довести до железобетонного рассуждения. Давайте это сделаем. Во-первых, давайте немножко преобразуем вот эту вот штуку, левую часть этого неравенства. Значит, пока что ничего страшного не происходит. Я просто делаю какую-то алгебру. Значит, минус вот такая штука. Я перегруппирую слагаемое. Вот так. Это алгебрическое тождество. И можно еще скобочки поставить. Согласны? Вот. Зачем я это сделал? Так удобно? Да. Ну, почему так удобно? Ну, потому что у нас есть как раз вот эти вот разности. Они как раз штуки, которые мы умеем оценивать. Потому что вот про них нам сказано, что их можно сделать маленькими. Значе не про них, а про их модули. Поэтому давайте еще применим одно из свойств модулей. Собственно говоря, тоже вариация на тему неравенства треугольника. Модуль суммы не превосходит суммы модулей. Вот. Получили вот такую штуку. Теперь смотрите. Значит, мы хотим, чтобы вот эта штука была меньше эпсилона. А вот этот эпсилон нам какой-то дали. Вот для того, чтобы доказать вот это утверждение, нам нужно научиться по всякому эпсилону, который нам дали, который мы не контролируем, строить такое n большое, что вот эта штука будет выполняться. Значит, эпсилон мы сейчас не контролируем. Он может быть любым. И нам нужно добиться того, чтобы вот эта сумма была меньше, чем этот эпсилон. Но давайте посмотрим на первую, на вот эту штуку, что она говорит. Во-первых, она нам дана. И вот здесь, когда какое-то такое утверждение с квантерами дано, мы видим, что здесь сказано, что для всякого эпсилона 1 существует чего-то там. То есть это означает, что вот этому утверждению мы можем как бы на вход давать, какой хотим эпсилон 1 положительное. И оно нам предъявит то n1, для которого выполняется вот эта штука. Тут важно различать, что нам дано, на что мы можем опираться, на что мы наоборот хотим доказать. Потому что способы работы с этими утверждениями прямо противоположны. Давайте рассмотреть. Мы знаем, что мы можем сделать вот эту штуку, непревосходящую эпсилон 1, а вот эту штуку мы можем сделать, непревосходящую эпсилон 2. Как бы нам сделать их сумму меньше, чем эпсилон? Значит, вот эта штука меньше, чем эпсилон 1, вот эта штука меньше, чем эпсилон 2. А мы не контролируем эпсилон. Эпсилон нам дает. Поэтому мы не можем сделать эпсилон суммой эпсилон 1 и эпсилон 2. Да, но мы можем сделать наоборот. Вот мы контролируем ε1 и ε2 здесь. Да, отличная идея. Действительно, смотрите, мы можем теперь… Вот у нас есть наш ε, и мы можем его разбить на два кусочка. Между ε1 и ε2. Просто, например, разделить пополам. То есть идея такая. Значит, мы хотим положить ε1, равный ε пополам. ε2 равен ε пополам. Какой ε, мы не знаем, но каким бы ни был, он положительный. Значит, ε пополам тоже положительный. Значит, мы можем… Нам разрешено сделать вот такую штуку. Теперь подставим этот ε сюда и сюда. А получим какие-то вот эти n-ки, начиная с которых эти неравенства будут работать. Теперь давайте посмотрим, что нам нужно. Пишут, пишут. Это я просто не пишу. Смотрите, нам нужно построить такое n большое, чтобы выполнялось вот это неравенство. Это неравенство должно выполняться не для всех n, а только для n больших, чем это n большое. А как выбрать вот это n большого? Да, совершенно верно. Значит, нам нужно выбрать в качестве n большого… Ну как, мы хотим, чтобы одновременно выполнялись два неравенства. Вот мы хотим, чтобы вот это требование, что n маленькое больше, чем n большого, одновременно нам гарантировало, чтобы вот эта штука выполнялась и вот эта штука выполнялась. Потому что мы хотим, чтобы выполнялась вот эта неравенство и вот эта неравенство. Мы хотим вот этих двух неравенств. Поэтому мы возьмем в качестве n большого максимум из n1 и n2. Тогда если n маленькое будет больше, чем n большого, то одновременно будет выполняться и вот эта штука, и вот эта штука. Значит, положим вот так. Теперь возьмем, ну давайте тоже, я скажу, положим, n большое от эпсилона. Это то, которое нам нужно было построить. Скажем, что оно равняется максимуму из n1 от вот этого самого эпсилона 1 и n2 от эпсилон 2. Ну или можно было бы сказать, что это максимум от n1 от эпсилон пополам, и n2 от эпсилон пополам. Тогда для всех н маленьких, которые будут больше, чем вот эта n большого от эпсилон, будет справедливо следующее. Во-первых, n маленькая больше, чем n1 от эпсилона пополам по определению максимума. Раз так, тогда по вот этому утверждению расстояние от n до а меньше, чем эпсилон пополам. Также для всех n маленьких больше, чем n большого от эпсилон, значит, n маленькая больше, чем n2 от эпсилон пополам. И расстояние от bn до b тоже меньше, чем эпсилон пополам. И тогда для всех n больших, чем вот эта наша n, а n плюс bn минус a плюс b меньше, чем эпсилон пополам плюс эпсилон пополам равно эпсилон. И все. Доказательство завершено. Давайте. А почему мы берем максимум от n1 и n2, а не сумму? Можно сумму, от этого ничего не изменится. Если хотите, возьмите сумму. Сумма больше, чем максимум. Но максимум сработает, потому что… Что нам гарантирует максимум? Максимум нам гарантирует, что если n маленькая больше, чем вот эта n большая, то эта n маленькая одновременно больше и вот этой штуки, и вот этой штуки. И это ровно то, что мы хотим. Сумма бы тоже сработала, но только благодаря тому, что сумма двух положительных чисел больше, чем максимум этих чисел. Смотрите, значит, почему мы берем эпсилон 1, равное эпсилон пополам, эпсилон 2, равное эпсилон пополам? Потому что мы знаем, что… У нас есть вот такое неравенство. У нас мы знаем, что вот эта вот штука, которую мы хотим оценить, она оценивается как сумма вот этих вот разностей. И мы хотим сделать эту сумму меньше, чем эпсилон. При этом эпсилон мы не контролируем. Но мы контролируем, мы можем выбирать по своему усмотрению. Вот это эпсилон 1, вот это эпсилон 2. Потому что нам дано вот это утверждение и вот это утверждение. Потому что даны соответствующие утверждения вот эти. Значит, мы, поскольку мы их контролируем, мы хотим подобрать так, чтобы сумма вот этой вот скобочки, вот этой вот скобочки была бы меньше, чем эпсилон. Но для этого мы говорим, что давайте пусть у нас эпсилон 1, это будет эпсилон пополам, вот этот эпсилон 2 будет тоже эпсилон пополам. Могли бы взять эпсилон на 3, эпсилон на 3. Было бы еще лучше, зазор больше. Но пополам вполне хватит. То есть, смотрите, еще раз, вот как у нас устраивана вся схема. Нам нужно доказать вот это утверждение. А это утверждение устраивано так, что нам дают эпсилон, нам нужно построить и он большой, хороший. Как мы его строим? Мы берем этот эпсилон. Мы по этому эпсилону создаем вот эти эпсилон 1 и эпсилон 2. Отдаем их вот этим утверждениям, которые нам даны. Они нам возвращают n1 и n2. Вот эти n1 и n2 хорошие, в том смысле, что для них выполняются вот эти неравенства. После этого мы используем эти n1 и n2 для того, чтобы сконструировать вот этот наш n большого. n большое – это то ограничение, которое мы накладываем на вот это n маленькое. Значит, как мы конструируем n большую? Мы просто говорим, что n большое будет максимумом из вот этих двух n больших первых и n больших вторых. Если n большое выбирается как этот максимум, то n маленькое будет обязательно больше. Если n маленькое оказалось больше, чем n большого, то выполняется обязательно вот такое неравенство и выполняется вот такое неравенство. Если они оба выполняются, тогда гарантирована вот эта разность. Она оценивается сверху суммой вот такой. То есть суммы ε1 и ε2. И, значит, она как раз оценивается сверху ε2. Все, на этом доказательство закончено. Да, здесь меньше или равно, но зато вот эта штука строго меньше, чем ε1. И вот эта штука строго меньше, чем ε2. Поэтому этого достаточно. Ну, как бы, если бы вдруг здесь возникли бы проблемы, мы бы взяли бы ε3 на 3. Но тут проблем не возникает. Так, еще вопросы? Да. Ну, смотрите, я говорю следующее, что если выполняется вот это условие, то тогда обязательно выполняется и вот это условие. Теперь, если выполняется вот это условие, то мы смотрим теперь в определение n1. Определение n1 говорит, что если n маленькая больше, чем n1, то выполняется вот такая штука. И вот мы ее выписываем вот сюда. Да, можем, но тогда возникнет вопрос, а почему это так? Как бы вот этот шаг просто объясняет, почему вот это условие выполняется. Потому что вот это условие, оно приходит вот отсюда. А вот для того, чтобы вот эта штука сработала, она срабатывает не для всех n, а только для вот таких n. Поэтому нам нужно объяснить, почему у нас выполняется условие, что n маленькая больше, чем n1. Оно выполняется для тех n маленьких, которые больше, чем n большой от ε. Потому что n большой от ε выбирается как максимум из n1 и n2. Поэтому если n маленькая больше, чем n большой, то оно больше, чем n1. И как раз мы вот эту вот штуку используем для того, чтобы вот эта вот штука нам разрешает сказать, что вот это неравенство выполняется. Еще вопросы? Хорошо. Давайте я сейчас докажу еще одно утверждение. Оно у нас немножко вспомогательный характер. Вот смотрите. Нам сейчас пришлось возиться с вот этим делением ε пополам. А что было бы, если бы мы не стали бы заморачиваться, не стали бы делить ε пополам, и просто бы написали, пусть ε1 равняется ε, ε2 тоже равняется ε. Что бы поменялось? Да, вот если бы мы положили ε1 равняется ε2 равняется ε, то получили бы оценку меньше 2 ε. Как вы считаете, это создает нам какие-то большие проблемы? То, что здесь, как бы в определении предела, у нас здесь возникла оценка не меньше ε, а меньше 2 ε. Да, у нас получилось бы такое утверждение. Для всякого ε большего 0 найдется такое n большое, что для всех n маленьких больших, чем n большое, верна вот такая оценка. Да, ну, в общем, видно, что это утверждение очень похоже на то, которое нам нужно. И, в общем, понятно, что оно эквивалентно. Почему оно эквивалентно? Ну, потому что что здесь сказано? Вот здесь сказано, когда мы пишем, что для всякого εψа больше 0, вот стандартное определение предела, вот то, как оно здесь было написано. Что оно говорит? Оно говорит, что мы можем вот в этом неравенстве выбирать произвольным образом правую часть положительную. Да, но если здесь написано не ε, а 2 ε, и при этом ε мы выбираем произвольно, то, в общем, это все равно, что выбирать 2 ε произвольно. Поэтому вот эта штука – это тоже определение, которое эквивалентно определению предела. И, на самом деле, какое бы здесь число бы ни стояло бы, могло бы стоять 2, могло бы стоять 10, могло бы стоять 100, а все равно мы получим то же самое, что и было на самом деле. Потому что если мы можем выбирать произвольный ε, то это все равно, что выбирать произвольный 100 ε, наоборот. Ну, давайте я вот это рассуждение сейчас сформулирую в виде некоторой леммы, которая нам позволит немножко упростить некоторые доказательства утверждения с пределами. Значит, я ее называю упрощающей леммой, потому что она упрощает доказательства. Не знаю, есть ли у нее какое-нибудь официальное название. Значит, пусть нашлось какое-то число m, такое, что для всех ε больше нуля найдется такое n большое, что для всех n маленьких больших, чем это n большое. Расстояние от a n до a большого меньше, чем m ε. Тогда предел последовательности a n все равно равен a большому. То есть, иными словами, в определении предела не будет большой беды, если у вас определение предела испортится, и вместо ε здесь будет написано какое-то число умножить на ε. Давайте докажем. Значит, ну вот что нам дано, нам уже написано. Давайте напишем, что мы хотим доказать. Значит, хотим мы доказать такое утверждение, что для всякого ε1 большего нуля найдется такое n1, что для всех n больших, чем это n1, а расстояние от a n до a меньше, чем ε. Значит, как нам теперь прийти вот отсюда, вот сюда? Вот, хороший вопрос. Значит, m положительное или нет? Да, если бы так оказалось, что m отрицательное или нулевое, то вот это неравенство не имело бы шансов выполняться. Оно обязано быть положительным. То есть, в самой по себе лемме ничего про это m не сказано. Но если посмотреть на вот это неравенство, выполнение которого лемма гарантирует, по крайней мере для каких-то n, то видно, что если это неравенство выполняется, то m обязательно положительное. Поэтому первое замечание, которое здесь нужно сделать, заметим, что m больше нуля, так как иначе неравенство не может выполняться. Хорошо. Значит, теперь мы знаем, что m больше нуля. А что дальше? Если m большой, равно 0,1. Так, хорошо. Что? Хорошо. То есть, смотрите, что сказано? Сказано, что... Да, именно так. И, значит, вы хотите что с этим Epsilon 2 теперь сделать? Да, вот этот n найти. Да, совершенно верно. То есть, смотрите, какая идея? Вот здесь нам нужно доказать, что для всякого Epsilon 1 можно построить вот такое n1, что будет верна вот такая оценка. Меньше, чем Epsilon 1. А нам дана вот такая вот штука. Значит, можно просто сказать вот что. Нам известна вот такая оценка. Мы хотим сделать из нее вот такую оценку. Ну, значит, просто нужно вот этот Epsilon, который находится в нашей власти. Вот эта часть нам дана. Нужно просто вот этот Epsilon сделать таким, чтобы mEpsilon равнялась бы Epsilon 1. То есть, можно просто сказать, что положим Epsilon равняется Epsilon 1, деленное на m большое. Значит, поскольку мы знаем, что m большое больше нуля, то, во-первых, на него можно делить, оно не ноль. А во-вторых, после того, как вы поделите положительное число на положительное, всегда получается положительное. Значит, такой Epsilon допустим. А теперь мы вот этот Epsilon скорректированный подставим вот сюда. Получим какую-то n. И вот эта n, которая, кстати, получилась, это ровно та самая n, которая нам нужна. Теперь положим n1 от Epsilon. Положим ее таким образом. Значит, это есть n от Epsilon 1, деленное на m. Тогда для всех n маленьких больших, чем вот эта n1 от Epsilon, что будет выполняться? Модуль a n-a будет меньше, чем m умножить на что? На Epsilon 1, деленное на m. Дальше просто m сокращается, и это есть просто Epsilon 1. Что там? Да, потому что вот эта штука, это та штука, которую мы строим. Вот она. Значит, вот существование, которое мы хотим доказать. А вот эта n, это вот эта n, про существование которой нам говорится. Вот эту вот n1 я выбираю сам. Поскольку я ее сам выбираю, я ее могу сделать равной, чему хочу. Я хочу ее сделать равной вот этой штуке. Вот. И все. Это завершает доказательство упрощающей леммы. Значит, есть ли какие-то вопросы про эту лемму? Двоеточие равно – это просто положим по определению. Ну, все тогда на сегодня.